Кто там? Это опять, наверное, езёк. Ой, это, походу, Галавли с чёрным пластом. Мух, ты крупненький. Ух ты, какой! Грамм 300. Всем привет! Сегодня хочу рассказать про свой бюджетный трёхчастный спиннинг Glory от китайского магазина John Co. Просто хочу поделиться с вами хорошей палочкой за очень маленькую цену для такого спиннинга. Как говорится, здесь качество превышает цену. И прежде чем выпустить видос, я, конечно, её основательно потестил в различных условиях, о чём сейчас и расскажу вам. Возможно, ролик будет выглядеть как реклама, но поверьте, я никак не связан с этим продавцом. И более того, я не гарантирую качество на следующих купленных кем-то палках, так как заказы с Алиэкспресс – это лотерея. Но от себя скажу, что я доверяю этой фирме, тем более вспомните про цену. И в будущем, при просмотре этого ролика, при каких-то сомнениях, всегда вспоминайте про цену. Начну с общих параметров. Я уже давно не начинающий в спиннинге, и мне доводилось ловить разными палками. Понятно, что чем выше качество, тем дороже палка. Но именно у этого спиннинга неплохое качество. Он очень чувствительный. Лично я с лёгкостью определяю, где приманка задела за траву или корягу, а где поклёвка. Также он мобилен, так как трёхчастный. Его можно брать повсюду, возить с собой на велосипеде, брать с собой в отпуск. В машине занимает минимум места. Пробегусь по самой палке. Строй палки быстрый. Тест от 2 до 10 грамм. Длина 213 см. Он у меня универсальный. Использовал с ним и блёсны, и джиговые приманки, и ваблерки. Всё в пределах теста. Также у этого продавца есть спиннинги с другим тестом. Но за них ничего не могу сказать. Но подумываю себе взять в длине 2,10 см с тестом до 6 граммов. А теперь посмотрим поближе. Такой вот чехол простейший самый. Балонька. Тут он тоже из трёх отсеков состоит. Каждый элемент в своём отсеке. Вот такой дешёвенький. Главное, два года продержался. И слава богу. Далее пойдём по комелю. Такой вот баткап, как он правильно называется. Бат, баткап. Тут он половину как-то из зевы. Здесь пробочка. Тут всё залакировано. Реаргрип из Эвы. Такой простейший катушкодержатель. Два года продержался. Ничего, всё хорошо, всё нормально. Ничего не сломалось. Всё работает. Тут вот заглушки декоративные всякие. Не знаю, ни пластиковые, ни металлические. Ни ковырял их. По-моему, металлические. Вес спиннинга, сразу скажу, 99 грамм у меня. Заявлено, по-моему, 100. Здесь вот металлическое кольцо. И, так скажем, я не знаю, скорее всего, это даже не карбон, а просто карбоновый, это там какой-то пластик, обклеенный карбоновой какой-то плёночкой, наверное, покрытый лаком. Также здесь вот декоративная заглушечка. Далее идёт хук-кипер. Тоже полезная вещь. На многих, даже дорогих спиннингах, его нету. Хук-кипер, кто знает, очень прикольно и полезно зацепать приманки, чем вместо того, чтобы за кольцо зацепать. Качество надписей. Сами видите, вот здесь вот подстёрлось. Ну, я говорю, пару сезонов использовал, так что остальные надписи все, так же всё осталось, всё хорошо. Здесь какой-то был, видимо, брачок. Ну, ниточки там не очень, конечно, ровно намотаны, вот можно посмотреть. Не очень ровно всё. Ну, извините, опять же вспомните про цену. Вот так же вот здесь, если подкрутить, ниточки тоже не очень, конечно, ровно там наклеены. Опять вспоминаем про цену. Я так по-быстрому показываю, потому что я не специалист особый, там правильно кольцо примотано, неправильно. Вот покажу, как оно примотано. Понравится вам или нет, сами смотрите. Это вот использовал я его два сезона, спиннинг. Вот одно кольцо я вам покажу, в принципе. Остальные показывать не буду. Кольцо из нержавейки. Прикладывал магнит, еле-еле примагничивается. То есть, есть какой-то там процент углеродистой стали. То есть, нечистая прям нержавейка, так скажем. Но, но не ржавейка. Кольца обычные, там, сик, наверное. Что тут ещё сказать? По кольцу особо ничего не скажешь. Ну и всё, и здесь вот так вот, везде тут это. После использования есть какие-то потертости, конечно, там на лаке. Но это всё зависит от того, как используется. Я его вообще не берёг. Использовал в хвост и в гриву. И там чуть ли не бросал. Потому что, ну, сами понимаете. И вот около колец здесь вот какие-то есть потертости. Даже и не пойму, от чего это. Ну и потому что и зимой его используют. Тут и лёд где-то намерзает, ещё что-то. И, собственно, вот кончик второго колена. Всё. Диаметр колец. Если кому-то очень интересен будет диаметр внутреннего кольца, то могу написать в этих в комментариях, кто, если спросит, замерить. Сейчас не буду замеривать. Но здесь очень маленькие они там. Наверное, вот самые, если вот верхние вот эти, то там где-то, наверное, примерно 2 мм диаметром. Ну и такая вот везде намотка колец. Нигде лак не потрескался за два сезона. И, собственно, вот сам тюльпанчик. Что ещё сказать по спиннингу? Ну, качество графита, я здесь думаю, наверное, такое самое низкое. Потому что, соответственно, ну, понимаете, цена низкая, качество графита низкое. Но палочка получилась звонкой для джига. Я её использовал и для микроджига, также и маленькие всякие воблерки кидал по головлю. Что вы уже, наверное, видели. Я вставлял вставочки в этот видосик. Сейчас я его соберу. Посмотрим, как он гнётся в статике. Также на патрях попробую. Так, вот сейчас попробую в статике. Тут у меня ещё ёлочка стоит. Кстати, вот тот воблеров, который я нашёл. Всё, пробую в статике. Смотрим на загиб. Видите, загибается. Ну, какая-то верхняя треть спиннинга. Сейчас ещё вот так вот. Видите, как мягкий кончик получается. Вот это первое колено, оно мягкое. Остальные два пожёстче. За счёт этого создаётся такой вот фастовый строй. Как у джиговых спиннингов дорогих. У них там чисто кончик вот так вот загибается. Здесь почти то же самое. Но это только за полторы тысячи. Друзья, опять же, помним, помним про цену. Вот. Так вот он гнётся в статике. Надеюсь, всё было видно. Паразитные колебания, конечно, остаются. Не прям, как на дорогих спиннингах. Но они минимальны для меня. Ну, смотрите, вот работает на патрях кончик. Тюлин, тюлин. Я вот так кончиком как раз играю на микроджиге. Шевелю приманку. То есть, ну, прям, мне нравится. Сейчас попробую посильнее размотать. Паразитные колебания. Ну, где-то секунды есть паразитных колебаний после того, как встряхнули. Ну, они несущественные, так как палка лёгкая и незаметно практически при вываживании. Вы видели. Он, конечно же, сейчас от потолока попробую. Он гнётся и здесь вот. Вот, видите? Как бы он начинает второе колено загибаться. И комель даже немного прогибается. То есть, он весь такой рабочий. И напоследок предлагаю посмотреть работу палки в реальных условиях. Всем пока. До следующего видоса. Кто-то сидит. Фрикцион работает хорошо. Есть, есть, есть. Ну, её нафиг. Давай. Лучше фрикцион работы, чем ты сойдёшь. Жерешок, походу. Потому что напилькер. Ух ты, ух ты. Жерешок по-любому напилькер. Ага. Начинает уставать. Ау-ть-тью-тью-тью. Ой-ой. Ух ты. Какой там интересный размерчик. Прям под вечер забывался уходить. Уже устал думаю. Ну, блин. Без жереха жалко. Блин. Он что зацепил за что-то что-ли? А нет. Идёт потихоньку. С травой, походу, что ли. там сидит еще в трое походу я держит дергать дергать давай давай вставай уже уже сам устал блин подходит потихоньку похода слабый чуть-чуть там сидит так плотно очень не поднимается потом где ухты разматывает хороший экземпляр походу уже около меня он поверхность не поднимается кто там сомик что сомик точно сом ребята тут он так сопротивляется офигеть на пельки рсом рука устала закончился сегодняшний мой денег